всем привет в этом видео я установлю окружение новым и продемонстрирую его настройку но для начала удалю полностью кдплэзме загрузившись с i3 возможность полного удаления графической среды наверное одна из самых крутых фишек arch linux так как нет необходимости переустанавливать всю систему главное не забыть почистить папки конфиг кэш и local share теперь установим пакет новым запустим менеджер входа gdm и перезагрузимся после запуска нас встречает необычный рабочий стол концепция новым как я понял такова что во-первых единый интерфейс для сенсорных панелей обычных пк во вторых многозадачность здесь рассматривается как работа сразу с несколькими рабочими столами чтобы вызвать меню нужно либо нажать клавишу win либо подвести курсор к верхнему левому краю экрана интерфейс конечно специфичный но если привыкнуть то можно достичь максимальной продуктивности в использовании пк как и в gnome имеет встроенный установщик программ также подключенный флэсом что означает что если вам не принципиально устанавливать все из пэхмэн и вы не очень искушенный пользователь терминала то пакеты из флэсом вполне достойная замена также есть фирменный браузер от разработчиков новым когда в последний раз я его запускал он даже видео на ютубе не мог воспроизвести проверим что изменилось да браузер явно эволюционировал но до скорости работы и настраиваемости того же firefax ему еще далеко встроенный установщик программ работает вроде как корректно года два он явно был с багами так как были проблемы с удалением пакетов давайте посмотрим сколько оперативной памяти сейчас потребляется в ходе настройки новым постараемся уменьшить его прожорливость если выключить браузер новым с обз студио употребляет от 2 5 до 2 8 гигабайта запустив на утилус я заметил что нет иконок которые должны быть по дефолту это мы исправим но все по порядку начнем с тех настроек которые уже есть честно говоря в разделе настройки почти нечего настраивать пункт внешний вид позволяет только сменить тему и настроить обоих в пункте поиск можно отметить папки и программы в которых система будет искать файлы ну или отключить вообще все если вы поиском не пользуетесь во многозадачность и можно настроить рабочие столы в пункте конфиденциальность отключаем камеру и микрофон если не пользуетесь это еще одна предпосылка к тому что система разрабатывается в первую очередь для переносимых устройств в истории файлов нужна для поиска если не пользуетесь отключайте сэкономит хорошую сотню мегабайт ну и можно настроить авто удаление с корзины в сетевых учетных записях можно добавить аккаунты облачных хранилищ я как понимаю доступ к ним будет через наутилус но это не точно общий доступ это папки или разделы подключенные к примеру по smb или другим протоколам короче говоря доступ к серверу внешнему или же вашему пк далее ничего примечательного настройки мыши и клавиатуры работают в разделе цвет настраиваются цветовые профили монитора которые предварительно скачиваются с интернета в общем настройки здесь скудные поэтому в любом случае нужно установить дополнительно пакет с расширенными настройками откроем терминал и установим known tweaks после чего у нас появится меню дополнительные настройки в котором мы сможем настроить шрифты заменить тему и иконки настройки темы необходимо сначала зайти в расширение и включить UserSync. Единственное что тема меняется не везде, например наутилус, как я понял это связано с разными версиями GTQ, но опять-таки, если вам просто нравится концепция новым вы можете удалить наутилус и поставить другой файловый менеджер, например Sunr или Pacman. Теперь перейдем к удалению лишних пакетов, удаляйте только на свое усмотрение, этот список можно даже расширить удалив календарь Evolution Data Server. После удаления перейдем к отключению сервисов. Отключение службы интеграции новым с графическим планшетом VECOM. Отключение службы уведомления о печати, если нет принтера или вам просто не нужны эти постоянные уведомления, отключаем. Отключение службы управления цветовыми профилями новым, отключив ее не будет работать теплый режим экрана. Отключение службы управления специальными возможностями системы, не отключать людям с ограниченными возможностями. Отключение службы настройки общего доступа к файлам и директориям. Отключение службы интеграции новым с картридером. Отключение службы управления питанием в новом. Вы должны оставить эту службу включенной если у вас ноутбук, так как без нее не будет работать регулирование яркости. Если вы заметили размытие шрифтов в приложениях, то отредактируйте следующий конфиг. Для применения всех настроек перезагрузим ПК. Как вы видите потребление памяти стало значительно меньше, примерно на гигабайт, можно еще отключить службу evolution, если вы не планируете пользоваться синхронизацией календарей, адресных книг и будильников. Сделаем это следующей командой. Сейчас вы видите на экране потребление памяти в простое до отключения служб, верхнее значение, и после, нижнее значение. В целом интерфейс с дном достаточно приятный, хоть и специфический, скорость и плавность работы на самом деле впечатляют, по крайней мере на моем железе, единственный минус, конечно же это кастомизация системы, но с другой стороны, возможно именно ограниченные настройки делают систему более отзывчивой. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео, до скорого.